добрый день всем кто зашел в гости на мой канал я как всегда рада вас приветствовать тема сегодняшнего видео на моем канале как нельзя обрезать пеларгонию также покажу вам как нельзя поливать пеларгонию в осенний зимний период уточняю ну давайте начнем с обрезки до пеларгония герань это такие цветы такие растения которые мы постоянно обрезаем мы обрезаем чтобы сформировать кустик чтобы он был пышный красивый также мы обрезку делаем пеларгония герани если хотим ее размножить то есть черенку им ну вот в принципе как бы и все и считается что обрезку в целях формирования кустика обязательно нужно делать осенью и весной но это не совсем правильно дело в том что прежде чем брать там секатор ножницы в руки и бежать обрезать пеларгонию герань обязательно нужно посмотреть на стволик который вам мешает есть ли на этом стволике проснувшиеся почки то есть новые точки роста так что то мне камера не хочет фокусироваться вот так вот выглядят новые проснувшиеся почки вот одна вот 2 так вот здесь вот 3 видно надеюсь и вот 4 5 то есть вот на этом длинном голом стволике мы видим 5 проснувшихся новых почек и вот такая вот пышная верхушка значит чтобы получить хороший пышный кустик многие берутся за ножницы и вот это все срезают в надежде на то что вот эти с этих точек роста начнется рост но в осенне зимний период чтобы вот эти точки молодые почки пустились в рост обязательно нужно учитывать то что нужно будет хорошее освещение пеларгонии чего в принципе у нас в квартирах у большинства нет поэтому не спешите брать ножницы и не спешите делать обрезку дождитесь пока вот эти новые молодые побеги подрастут хотя бы вот до такого размера можно меньше ну чтобы в общем то чтобы вы вы видели что растение растет ведь вот эти молодые почки они кормятся питаются за счет вот вот этой верхушки здесь происходит в этих вот листиках все процессы фотосинтеза и таким образом вот этот молодой прирост растет если же вы обрезку сделаете осенью вот на так вот в таком состоянии досмотрим это королевская герань вот такой вот в принципе пышный кустик но вот такой длинный стволик смотрим он такой вот одревесневший и на нем нет ни единой проснувшийся почечки ни одного нового росточка нет обрезать нельзя ни в коем случае осенью нужно обязательно дождаться весны вот и только весной когда когда появятся вот эти вот молодые почечки когда вы увидите что они действительно растут они стоят на месте потому что от каких-нибудь неблагоприятных условий вот эти молодые точки роста молодые побеги у вас могут сгнить засохнуть так далее и тому подобное в общем то убеждаемся что идет рост и и только потом срезаем верхушку за счет этой верхушки растение молодые побеги растут они питаются в общем то надеюсь понятно в другом случае вот я вам сейчас покажу да вот у меня был старый старый кустик плющелистной пеларгонии которую я тоже обрезала полностью вот этот куст я обрезала полностью осенью где-то в сентябре и поверьте мне очень очень повезло что каким-то случайным образом одна вот точка роста одна проснулась вот теперь я ее сейчас еще подращу до более такого взрослого состояния и потом сниму этот отросток и буду укоренять а вот этот куст он скорее всего что уже все его можно будет выбросить то есть вот в этом случае мне очень очень повезло могло не повезти смотрим в такой же сорт вот два у меня старых было куста вот этот я обрезала полностью сделала обрезку здесь смотрим так сейчас убираю показываю тоже старый старый куст здесь видно по пеньку что куст старый но вот один побег я удалила удалила до молодого росточка то есть я не под корень сняла здесь уже была проснувшаяся почка и вот это побег вот этот молодой вот так вот уже вырос а здесь я не стала ничего обрезать сильно я немножко вот так вот черенканула вот видно покуда я черенканула вот отсюда проснулась одна точка роста вот она уже вот так подросла и идет еще новый прирост раз два три но на этом на вот этой вот пеларгонии вот эти все точки роста они уже были они маленькие но были поэтому они кое-как растут кое-как растут а здесь аж еще раз вам повторяю мне просто повезло могло не повезти и я бы запросто вот этой осенней обрезкой кардинальной потеряла растение вот так вот так ну давайте теперь еще покажу как нельзя поливать бегонию смотрим да пеларгонии и герани это засухоустойчивое растение в осенне-зимний период в связи с тем что идет понижение температуры чаще всего да и мало освещения пеларгонию и герани можно поливать реже чем летом да потому что избыток влаги это загнивание корневой системы и распространение гнили на стволике особенно если вы будете поливать не по краю горшочка а вот сюда вот лить под стволик воду вот в данном случае мне вот сын решил помочь и он все мои пеларгонии абсолютно все полил вот сюда не по краю горшка как вы видите а вот сюда мне пришлось срочно это все рыхлить вот и это ну чтобы не пошло никакое загнивание потому что температура на подоконнике в данный момент у меня 12 градусов то есть влага и пониженная температура это обязательно загнивание какое-то контролируйте полив и обязательно помните что если у вас пеларгония в помещении с низкой температурой и минимум освещения старайтесь ее практически не поливать вот так вот вы ничем не навредите растению оно у вас не засохнет вот у меня сегодня было очень солнечно и вот эти все листочки повяли они вообще вот как тряпочки висели я просто притянила окно днем и буквально через час растение без полива грунт был очень сухой но я надеюсь видно да что он и не пролитый тогда конца но тургор листики восстановили у пеларгонии на листиках есть такие мелкие мелкие ворсинки и за счет этих ворсинок растение впитывает нужную ему влагу с воздуха в принципе поэтому укореняя размножая пеларгонию отростками черенками не нужна тепличка достаточно просто постоянно умеренно увлажнять грунт в котором укореняется черенок так надеюсь понятно все кому что то не понятно задавайте вопросы в комментариях буду снимать черенки тоже сниму видео более подробно вам еще раз покажу какие пеларгонии я буду обрезать как буду обрезать ну и так же как буду укоренять черенки все еще раз резюмирую осенью ни в коем случае не обрезайте свои пеларгонии кардинально если вы не видите на стволике проснувшихся точек роста и то если эти точки роста проснулись обязательно ждем ждем пока они пойдут в рост также помним что в осенне зимний период растение растет заторможено то есть не так стремительно как весной поэтому вот эти проснувшиеся даже точки роста не будут у вас быстро расти возможно что вся вот эта обрезка скажем так кардинально завершится только к весне у вас вот так вот так на этом буду заканчивать свое видео задавайте вопросы если что-то непонятно или может быть еще что-то интересует лайкаем комментируем всем всего доброго до свидания